Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Я представляю примерно, каково ее родителям, потому что не раз тоже было, что и у меня в республике дети пропадали. Это ужасно страшно. Как проходили поиски потерявшейся школьницы и чем закончилась операция, которую подключили практически все силы города. Главное, чтобы цены были приемлемые. И выбор был ассортимент. Сеть ярмарок расширяет границы. Для жителей Супсеха качественная продукция от местных производителей стала еще доступнее. Пока не будет захоронен последний солдат, война не окончена. Безымянные герои. В «Анапе» почтили память тех, чьи имена неизвестны, но подвиги бессмертны. Поиски 9-летней жительницы села Супсех завершились успехом. Сейчас девочка с родителями, ее здоровью ничего не угрожает. Однако накануне школьница не на шутку взбудоражила весь город. Почти сутки ее искали полиция, спасатели, казаки, молодежь, общественники. Всего более 400 человек. Поиски координировали из городской администрации. Инструктаж на заседании штаба в городской администрации. У каждого ориентировка на бумаге или в электронном виде. Сотрудников администрации распределили по маршрутам. Поручили подготовить замену. Рассчитывали, что поиски затянутся. Казаков подняли по тревоге. Они разбились на группы. У каждой свой сектор. В школе номер 6 собрались общественники. Отсюда девочка ушла вчера около полудня. Как говорят, должна была прийти в художественную школу, которая находится в центре. У нас схема наработана. Тут же мы организовала на территории 6-й школы. Обычно мы здесь все собираемся. Старшие по домам пришли. Я поставила задачу, что нужно пойти общаться с населением. Рассказала. У нас прислали фотографию. Рядом остановка автобуса. Место достаточно оживленное. Найти того, кто мог общаться со школьницей, практически невозможно. Основная задача – проверить потаенные уголки в домах. Чердаки, подвалы. Надо посмотреть, что будет. Подвал закрыт у вас? Да. На крыше тоже закрыто. Наверное. Сколько лет девочки? В четвертый класс ходит. Потом окажется, что это очень близко к истине. Через считанные часы ребенка найдут в субсехе недалеко от дома. Девочка пояснит, что ночевала в заброшенной будке. Похожей версии придерживались добровольцы из числа молодежи. Они решили осмотреть отдаленные уголки детского парка, а также пройтись вдоль Пионерского проспекта по стройкам и заброшенным объектам. Экстрим. Там можно побегать. Там нет взрослых. Молодые люди списались через социальные сети. Они общаются по линии молодежного центра 21 век и студенческого совета. Луиза живет в Анапе второй год. Приехала из Карачаева, Черкесии. Я представляю примерно, каково ее родителям, потому что не раз тоже было, что и у меня в республике дети пропадали. Это ужасно страшное происшествие. И просто хочется помочь по-человечески. Теперь, когда девочка нашлась, специалисты будут выяснять, что именно случилось. О семье говорят как о благополучной. Однако все обстоятельства, случившиеся в настоящее время, выясняют сотрудники правоохранительных органов. Такой порядок. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Александр Кореневский. Анапа. Регион. И к другим темам. В минувшее воскресенье в селе Супсеха открылась новая ярмарка «Привоз». По поручению главы Анапы Юрия Полякова, которую он дал Управлению сельского хозяйства, по результатам обращений местных жителей, она появилась на пересечении улиц Советской и Шевченко, рядом с центральной трассой, что удобно и покупателям, и продавцам. Ведущие шестерни от трактора получили вторую жизнь уже как основа для входной группы сельскохозяйственной ярмарки в селе Супсех, которая открылась в привычное время, но на новом месте, потому торжественно. Виктор Герасименко живет в Анапе. В муниципалитете действует более 20 таких выездных ярмарок. Формат знакомый. Зашел, чтобы купить свежие черноморские рыбы, кубанских овощей и фруктов. Проезжал рядом, слышу, песни поют и выездная торговля. В том числе и для этого ярмарку перенесли на площадку рядом с центральной трассой, поясняют в администрации Супсехского сельского округа. Для удобства жителей, жителей села Супсех, потому что не все жители знали все-таки о том, что у администрации проходит ярмарка. И часть Супсеха – это улица Конституции, Сиреневая, строители мира. Они не знали, им неудобно было к администрации подходить. А здесь все-таки дорога, более оживленное место. Площадка больше, чем перед администрацией. Городское управление сельского хозяйства оперативно организовало работы по приведению в порядок ярмарочной площадки. Пока ее отсыпали щебнем, но уже рассматривается идея о том, чтобы запетонировать. Светлана Гриненко живет в Супсехе, отмечает, что на новой ярмарке и ассортимент стал шире. В принципе, мне удобно. Главное, чтобы цены были приемлемые. И выбор был ассортимент. Сейчас больше, сейчас больше, больше всего. Стенд с рекомендуемыми ценами – обязательный атрибут такой ярмарки. И именно доступность качественных продуктов от местного производителя привлекает покупателей. Ассортимент планируют постепенно расширять, параллельно с ростом популярности ярмарки среди местных жителей. Еще одно преимущество нового формата – есть возможность для расширения площадки. Пока привоз в Супсехе открывается в воскресенье, однако в местной администрации не исключают, что со временем добавится еще один рабочий день. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. По данным управления сельского хозяйства, в воскресенье ярмарку привоз в Супсехе посетили 270 человек. Было продано 1115 килограммов продукции. Довольны и покупатели, и продавцы. Как раз об этом взаимовыгодном сотрудничестве говорил губернатор Краснодарского края сегодня на селекторном совещании. Вениамин Кондратьев поставил задачу перед муниципалитетами – создавать новые сельскохозяйственные площадки. Глава Анапы Юрий Поляков акцентировал внимание – места для торговли на муниципальных ярмарках фермерам должны предоставляться бесплатно. Еженедельно в крае проходят 80 сельскохозяйственных ярмарок. В них участвуют 2500 владельцев, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Глава региона считает это недостаточно. Необходимо создавать условия для сельхозтоваропроизводителей, чтобы они могли продавать свою продукцию напрямую. В Анапе на сегодняшний день 18 муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Глава курорта Юрий Поляков подчеркивает, выполняя поручения губернатора, надо пересмотреть количество ярмарок выходного дня, новые площадки создавать в востребованных людьми районах и привлекать больше участников. Тогда нужно написать всем главам муниципальных образований, что мы готовы всех фермеров в крае, которые есть, принять здесь для того, чтобы цена была дешевле, чем в магазинах, для того, чтобы людям создать хоть какой-то люфт или какой-то зазор для того, чтобы они могли дешевле купить продукцию. К этому надо стремиться. Внимательно изучите все. Эдуард Викторович, Александр Сергеевич, изучите, посмотрите, как это лучше сделать. Я всегда говорил и ранее говорил, что наша задача сделать цену ниже. Задачу ставили от 10 до 30 процентов, цена должна быть ниже, чем в магазинах, в сетевых или в любых шаговой доступности. Цена должна быть ниже. Она может быть ниже только за счет того, что эти площадки будут предоставлены бесплатно. От развития сети муниципальных ярмарок выиграют все. Для фермеров и аграриев это гарантированный рынок сбыта. Для жителей – альтернатива сетевым магазинам. Возможность купить натуральную продукцию с минимальной наценкой. Никита Бойко, Роксана Бокуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион. Комфортная городская среда начинается там, где ни для кого нет барьеров, крутых спусков и неудобных лестниц. Особенно в прогулочной зоне, где любят проводить время тысячи людей. На набережной серьезным препятствием на пути может стать спуск от парка отеля. Глава Анапа вместе со своим заместителем Анжеликой Бузуновой прошел по прогулочной зоне и поручилась сделать ее доступной. Юрий Поляков вновь акцентирует внимание заместителей на обращение анапчан. Люди жалуются, доступной среды нет там, где она должна быть в первую очередь. Рабочие уже взялись за реконструкцию. Главное – подойти с умом. «Радусов 30-25 должно быть. Лучше удлинить чуть дальше его и этот панду, чтобы спокойный заезд был. И думать о том, как поставить перила здесь. И вот здесь, Анжела Анатольевна. Значит, надо обратить внимание. Обратить внимание. Вот этот съезд. Кто-нибудь сможет здесь спуститься? Нет, мы его тоже убираем. Его надо убирать и делать сбоку перила. Сделать сбоку и перила ставить. Здесь то же самое. Перила должны быть. Там, там, там. Все это надо привести в соответствие. То есть вытягивать чуть дальше. А площадочка метровая еще там вытянули. То есть его надо или поднимать, Анжела, или вытягивать. Здесь площадочка. И обязательно перила ставить. На пути к театральной площади Юрий Федорович делает ряд замечаний по освещению и состоянию плитки на центральных аллеях. Вот этот проход. Вот он отсюда каяться. Вот смотрите. Вот выемка. Это не наше. Я же спросил. Вы говорите от Праги. Ну от Праги по диагонали идешь. Я все поняла. И Роману скажет. Значит, Рому вызывайте. Вот это все надо подправить. Она вся такая, вся окривая. К Рождественской ярмарке площадь заиграет яркими огнями. Конструкцию для праздничной иллюминации сейчас готовят. Это будет светящийся шестиметровый коридор. Значит, если мы ставим здесь, сделаем, тогда обратите внимание на тех, кто будет здесь работать, чтобы вот эти домики были украшены от и до. Осветить по-новому планирует и центральная улица курорта. Часть декораций протестировали в начале Крымской. Но главу Анапы такой их вид не устроил. Юрий Федорович поручил вернуть светодиодные конструкции на доработку. Подрядчикам предстоит в короткие сроки увеличить число светящихся элементов. К новогодним праздникам Анапа должна сверкать и радовать своих жителей и гостей. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион. Формирование доступной городской среды, а также другие работы по благоустройству ведутся сразу в нескольких точках курорта, выполняют их сотрудники предприятия «Ремстрой». На улице Ивана Голубца продолжается установка бордюрного камня. Всего здесь планируется поставить порядка 150 погонных метров поребрика. На сегодняшний день половина работ уже выполнена. Масштабные работы также ведутся в бывшем здании городского военкомата. Здесь рабочие вошли в финальную стадию ремонта. Работает на данный момент у меня 8 человек. 8 человек заняты у нас отделочными работами. Занимаются как подвеской «Армстронга», так и заливают полы, укладкой плитки. И практически все работы, которые связаны с уборкой мусора и ближайшей территории. На пересечении улиц Крымской и Краснозеленых рабочие демонтировали порядка 100 квадратных метров тротуарной плитки. Замечание по состоянию тротуара высказал глава города Юрий Поляков. Во время планового обхода территории более 50% покрытия было разрушено, создавая неудобства местным жителям. Сейчас здесь все готово для укладки новой плитки. Работы будут завершены в течение двух недель. А в сквере у пятой школы установили новые лавочки. Теперь в этом зеленом уголке есть комфортные места для отдыха. Вечером сидят пенсионеры, мамочки есть, а в дневное время ученики пятой школы сидят. Они же выходят, общаются, особенно старшеклассники. Я, конечно, очень рада, потому что это больное место, как говорится, для народа, благоустройства. Это зеркало. Театр начинается с вешалки, а наш офис начинается с прилегающей территории. Что касается работ по формированию безбарьерной среды, в ближайшее время новые пандусы установят на набережной. Около капитана набережная. Там необходимо, опять же, по просьбе жителей будет замена пять пандусов. Это очень большие пандусы. Это съездят по всей лестнице, с самого верха и до низа. Не прекращаются работы и по строительству велосипедной дорожки на Пионерском проспекте. Здесь уже подготовлен к бетонированию участок в 300 метров. Установлено порядка 600 бордюров. Уже завтра специалисты приступят к заливке бетона. Глава НАПы Юрий Поляков совместно с прокуратурой проведет прием обманутых дольщиков. В соответствии с поручением заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя, 6 декабря в здании прокуратуры по улице Крымская, 130, будут рассматриваться вопросы граждан, чьи права нарушены при инвестировании денежных средств в строительство многоквартирных жилых домов. Прием будет проходить с 14 до 18 часов. Анапа занимает четвертое место в крае по количеству избирателей. Такие цифры были озвучены накануне во время проведения торжественного освещения, на котором чествовали организаторов кампании по выборам депутатов законодательного собрания 6-го созыва. Среди приглашенных – члены Анапской территориальной избирательной комиссии, директора образовательных учреждений, руководители администрации города и муниципального совета, а также представители СМИ. Именно благодаря совместным усилиям, по словам председателя ТИК, была обеспечена законность и объективное освещение хода избирательной кампании. Сегодня в Анапе почти 140 тысяч человек имеют право голоса, и их количество постоянно увеличивается. Только за последние три года в наш город приехало более 11,5 тысяч. Сегодня мы по числу избирателей уступаем только Краснодару, Сочи и Новороссийску. Проведение выборов в этот раз обеспечивало 75 избирательных участков, на которых работало почти тысячи человек. К выборам, конечно, президента мы подходим опытной стабильной командой, что очень радует. Массовых замен в эту избирательную кампанию, в участковых избирательных комиссиях мы не ожидаем. Разве это уж только точечные замены в силу того, что кто-то переехал или сменил образ деятельности, что никак не сочетается с членством участковых избирательных комиссий. О взвершении награждения лучших председателей участковых комиссий и всех тех, кто принимал активное участие в организации выборов. За информационное сопровождение избирательной кампании благодарность получили коллеги из газеты «Анапской Черноморье» и нашей телерадиокомпании «Анапа-регион». День неизвестного солдата в Анапе отметили памятным митингом возле стелы «Город воинской славы». 3 декабря – день, призванный увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В этот день у стелы «Город воинской славы» собрались более ста человек – школьники, кадеты, студенты. Все они пришли почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений и лежит в братских могилах безымянными солдатами, а также тех, кто пропал без вести. День неизвестного солдата. Только вдумайтесь в это выражение – неизвестный солдат. Это значит, что кто-то не вернулся с войны. Кого-то не дождались дома – родители, дети, близкие. И для того, чтобы таких имен было меньше, работает большое количество поисковых организаций в нашей стране, на территории Краснодарского края. И посчастливилось нашему городу, городу воинской славы, иметь такую же организацию и у нас. Это поисковый отряд «Черномор». Руководитель военно-патриотического клуба «Черномор» Андрей Коробков знает о пропавших солдатах времен Великой Отечественной войны не понаслышке. Его поисковая группа возвращает имена героям, используя архивы и воспоминания участников военных действий. Выезжают на места, где в годы войны проходили сражения, находят останки солдат, устанавливают их личности и с почестями перезахоранивают. Неизвестный солдат – это не обязательно забытый солдат. И наша прямая обязанность – искать, находить, увлековечивать и помнить, вспоминать каждый день, каждый раз, когда мы выезжаем на какие-то поисковые экспедиции. Ну и делать так, чтобы неизвестных солдат становилось меньше, потому что мы ведем также работу в архивах. И иногда получается нам найти имена людей, которые считались без вести пропавшими, либо неизвестными. Получается найти их имена, фамилии, ну и иногда получается найти их родственников. На данный момент пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны считаются более 1 миллиона 700 тысяч человек. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат. Данные мероприятия, митинги и памятные дни важны для молодежи. В первую очередь из-за того, что мы должны помнить о предках, о подвигах, которые они совершали во время Великой Отечественной войны и прочих войн. В завершение митинга участники акции почтили минутой молчания всех, кто не вернулся с поля боя и возложили к мемориалу цветы. Руслан Душевский, Анапа, регион. О важности этой памятной даты говорили с подрастающим поколением в читальном зале Центральной библиотеки. Там для девятиклассников шестой школы урок мужества провели ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, историк и краевед Валерий Валиев, заместитель председателя Анапского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Хаджаев и специалист Центра патриотического воспитания молодежи Ратмир Андрей Малышев. Гости вспоминали, что во времена Великой Отечественной войны на территории Анапы нашли свое последнее пристанище множество неизвестных героев. Также до сих пор поисково-исторические отряды находят останки бойцов тех времен. Пока не будет захоронен последний солдат, война не окончена. Но эта война нужная для нашей памяти. Сегодня встреча с ребятами, с молодым поколением, замечательная. Видимо, у кого-то из них дрогнуло сердце. Кто-то сегодня обязательно придет домой, поднимет свои фотографии, старые архивы и найдет прадедов, которые воевали на нашей кубанской земле, кто защищал нашу родину. А может быть, найдет и того, кто до сих пор в их роду неизвестно где похоронен. И вспомнит их хотя бы имена, посмотрит на их лица. Помнить – это главная обязанность живых. Школьники, в свою очередь, рассказали, что в их семьях есть те, кто участвовал в военных событиях той эпохи, и о том, как они свято чтут и берегут память о героических предках. Подобные патриотические мероприятия библиотека проводит регулярно. По словам организаторов, главная задача – не терять связь поколений и объяснять молодежи, насколько важно знать и чтить славную историю нашей страны. Далее информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok